МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понятно, что ПСЖ летом серьезно обновил свои ряды. Там 5 новых игроков. Наверное, нет еще взаимопонимания какого-то у команды. Об этом свидетельствует и поражение в стартовом туре Лиги чемпионов от Фленцбурга. И не совсем такая внятная игра в первом матче чемпионата Франции с Эксом. Когда играет Мешков Брест, всегда ждешь победы и надеешься на лучшее. Мне очень понравилось, как сказал Симон Расгор, с которым удалось пообщаться перед матчем. Надо верить в себя, и тогда шансов, чтобы все получилось, намного больше. Я думаю, что матч будет упорным, и, возможно, все решится где-то в концовке, с разницей в несколько мячей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле я сейчас немножко по-другому уже стал гандбол смотреть, уже больше как болельщик. Но видны хорошие индивидуальные действия с Кубе, с Анталова. В какие-то моменты Пешич помогает. То есть, в принципе, командной игры, как на мой взгляд, пока слаженных действий особо и нету. Но, в принципе, начало сезона это нормально, всегда так. Ну, я думаю, что и ПСЖ, мне кажется, сейчас во втором тайме чуть-чуть, скажем так, начнет активнее играть. С какими чувствами вернулся в Брест? С позитивными, с ностальгией. Встречаемся здесь с друзьями. Рад сегодня вот утром зашел со всеми ребятами, поздоровался перед тренировкой. Рад всех видеть и рад приехать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Мы получили почти первую очередь в первую половину, мы получили 19 голами. Мы также получили немного черных холлов, как в каждом втором половине, но я очень счастлива, что мы превращались в нашу победу. Мы не дали их закрыть. Я думаю, что мы провели 60 минут, и сегодня мы были лучше, но это ничего. Я думаю, что два пункта одинаковые против Эльвером Порто, как в Париже. Поэтому мы должны продолжить нашу работу, быть фокусированными. И это все. Мы готовились к этому матчу, хорошо подготовились и победили пассажира. Конечно, нам бы хотелось победить все-таки Порто на выезде, и все ребята после игры обсуждали, то есть мы были готовы их побеждать. Настраивались. Не знаю, что не получилось на этом, какие-то ошибки. То, что мы в большинстве не забили, там еще что-то. Но я думаю, что каждый верил в то, что мы победим в Порто. Поэтому, если бы у нас сейчас было 6 очков, это тоже их победа сегодня, потому что сегодня была поддержка великолепная. Команда провела невероятный матч. Мы понимали, чтобы были шансы, надо сражаться изо всех сил. И целую неделю каждую тренировку работали, не жалея себя. Даже несмотря на обидное поражение в Порто, сохраняли боевой настрой. Сегодня парни сыграли с эмоциями и выдали потрясающий первый тайм. Тайм, о котором можно было только мечтать. Правда, затем счет стал равным, но даже после такого ребята проявили характер. Они бились друг за друга и огромный им респект. Теперь продолжаем работать. Это только начало, хотя такие победы, конечно, придают уверенности.